Приветствую вас, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И сегодня 4 ноября, а это значит, что у нас завершающий осенний месяц начал свое существование. Вот как бы так. И кто бы мог подумать, что именно в такой промежуток времени, да, вот представляете, вчера был 3 ноября, и вчера у нас 4,5 тысячи спортсменов пробежали с дистанции 10 тысяч, 20 тысяч метров и, конечно же, 42, 42 километра, 42 километра бегали вдоль моря, красота, в общем, все было хорошо, все было супер. И я даже вчера тоже хотел пробежаться, ну, немного, 10 километров, но меня не допустили, потому что, видишь ли, у меня не было справки. Что вы говорите, мальчишка? Нет, не что я рожден от женщин, нет, справки, которую нужно было подготовить заранее. Соответственно, я дал паспорт, в паспорте написано, что моя прописка и тому подобное. Сказали, что если бы я был не местный, то бы они могли все какие-то пойти навстречу, а так я должен был заранее побеспокоиться. С одной стороны, ладно, думаю, обиделся, уехал, в общем, и поехал к другу на день рождения. Ну, как бы так. И поймал даже вчера рыбу, сомика поймал на 2 килограмма и поймал нас белого муру. В общем, я был единственным из рыбаков, который поймал в тот момент на Чагиарском озере. Ну, да ладно, давайте все-таки начнем с вами новости, 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 что у нас интересного прошло, что у нас интересного произошло, и уже будем делать с вами определенные выводы. Что у нас такого прям, да, вот накидал, знаете, и новости, такое ощущение, как будто вот все из пальца высасывают. Вот, например, сочинские спасатели на вертолете эвакуировали с гор, тяжело заболевшую туристику с Краснодаром. Ну, я не знаю, лично я думаю, что сейчас как раз в Сочи начался такой период, когда заболеть очень легко. Я лишний раз стараюсь как бы не испытывать судьбу. Ну, многие туристы приехали, блин, раз мы приехали отдыхать, без разницы, да, там и в море суются, и куда только не суются. Ну, что я могу сказать, нужно поаккуратнее быть. В Сочи пьяный велосипедист угодил под колеса легкового автомобиля. Ну, блин, бывает. Плюс еще у нас вчера просто были аномальные пробки. Сегодня в Адлере тоже были аномальные пробки. Хотя, кажется, откуда пробки должны взяться. Никого вроде не перегораживали, ничего, но, в общем, так случилось. И не знаю, ребят, ну, откуда пробки берутся. Дальше в Сочи проходит выставка ярмарка цветов. Я рекомендую обязательно, если вдруг есть туристы в городе, обязательно сходите. Я думаю, вы останетесь довольны 100%. Ну, как бы, ну, ярмарка цветов это всегда круто. Цветы это всегда хорошее настроение. Блин, я забыл, Надя, купить цветы, потому что вчера выкинули. Ладно. Следующее. На трассе Джубга-Сочи перевернулась в Газель. Знаете, часто нас стали переворачиваться газелисты и тому подобное. Ответ очень прост, потому что, ну, потому что по беспределу сейчас катается. Я тоже сегодня вот снимал видео, да, вот район веселый снимал. Блин, ну, ты просто смотришь, как все перемещаются, просто аж страшно становится. В Сочи придет аномальная жара, и поэтому вполне возможно, что в этом году еще можно будет покупаться. В общем, так говорят синоптики. Посмотрим, правда это или нет. Но уже два дня погода просто супер. В том плане, что, может быть, не так жарко, как хотелось. Да, там плюс 15, плюс 20 градусов. Ну, блин, такое небо голубое. Завтра обязательно прилетай на квадрокоптере, и все для вас сниму. За что не любят платить туристы? Вот сделали такой опрос, можете зайти в интернете, прочитать. Ну, очень интересно. Оказывается, за лежаки не любят платить, потому что считают, что лежак должны предоставлять бесплатно. Ну, в принципе, я с ними согласен. Не хочешь платить за лежак, вон, берешь с собой надобно матрас и вперед их с песней. Сочи не возглавил рейтинг городов меркантильными женщинами. Не знаю, почему не возглавил. Лично у меня опыт был очень-очень плохой. В тот период времени, когда еще Надя не решила со мной помириться, и когда я переехал был один, то, знаете, еще вроде с девушкой не успел начать встречаться. А уже ей должен. Поэтому было решено ехать за своим самоваром в город Орск, найти его и привезти все и обезвредить. Потому что здесь я не смог найти ту свою любовь, ради которой хотелось бы жить, ради которой хотелось бы творить и так далее. Ну, не знаю, просто я лично не согласен. Тут в Сочи, не знаю, может мне так упадалось, просто в Орске такого никак в жизни не было. А здесь, говорю, ты не успел познакомиться, уже должен. Как так? Не знаю, вроде бы. Ладно, не будем на эту тему говорить. Дальше, 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 дальше. Сейчас, секундочку. Кстати, про марафон. Вот мэр города, красавчик, реально красавчик, он пробежал, он пробежал, его допустили даже без справки, а меня не допустили. Представляете себе? Ну, молодец, пробежал, показал своим примером. Я вот, если честно, вот за это ему просто респектую. А еще он молодец. Еще не стал препятствовать нас жилому комплексу, который называется Измайловский парк, который у нас бывший мэр города там просил просто нереально. Ну, не он просил, давайте, его команда вымогала застройщика просто нереальные деньги на канализацию там просто, чтобы понимали, там цифры шли про 150 миллионов и тому подобное. А вот здесь вот, да, в Краснодарские застройщики строят хоть Измайловский парк и каким-то чрезвычайным образом оказывается им согласовали канализацию на расстоянии 300 метров и все. Поэтому жилой комплекс Измайловский парк, состоящий из трех корпусов, будет сдан в июне месяце следующего года. Я думаю, что у многих появился хороший шанс купить квартиру по федеральным законам 214 по цене ниже, чем, например, те же самые жилые комплексы, которые находятся в поселке Лазаревское. И, например, можно купить квартиру в Измайловском парке по 78 тысяч рублей за квадратный метр. На самом деле это круто, на самом деле это классно и сегодня даже мы за одну квартиру внесли задаток, потому что, ну, ребята, вот представьте себе, вот приехали, да, и у вас выбор, и у вас выбор, что купить, да, например, Лазаревское, где вы будете до работы добираться 2 часа, или, например, в Измайловский парк, где до работы будете добираться 20 минут. Ну, и, конечно, тут многие выберут Мацесту, жилые комплексы Лазаревского парка. И, кстати, я сейчас разверну очень хорошую рекламную акцию, буду разворачивать, потому что, ну, я понимаю, что Измайловский парк на данном этапе это самый доступный объект, который есть у нас в Сочи. И грех будет его не предлагать, грех будет не воспользоваться этим шикарным предложением, потому что за 2 миллиона рублей вы можете купить квартиру, в том числе и в ипотеку на стадии строительства. При этом вы можете сэкономить, чтобы вы понимали разницу между готовым домом, который еще не введен в эксплуатацию, разница в 40 тысяч рублей с квадрата метра. Поэтому, я думаю, что многим придется он по вкусу. Сейчас, секундочку, я еще подгляжу, что у нас прошло, прям извиняюсь. Да, сейчас, секундочку. А, кстати, в горбольнице номер 4 позавезли новое оборудование. И почему вот я решил осветить эту тему? Да потому что это хорошо, это классно, когда ты понимаешь, что, например, вот в Сочи теперь, наверное, болеть не так страшно. Во-первых, очень много специалистов потянулось. Во-вторых, вот действительно оборудование. В-третьих, вот в больницу я зашел, когда в горбольницу искал одного врача, я офигел, как там все классно, все как хорошо сделано. Я могу сказать со 100% уверенностью, что с больницами, которые я посещал в Орске, даже рядом, даже рядышком не стоит, вот в Сочи, там, вперед на несколько шагов. И это действительно круто, это действительно классно. И, знаете, я как бы в этом городе стал себя чувствовать еще безопаснее, да, вот, что, ну, не дай бог, там, заболел или еще что-нибудь, я знаю, что, как бы, всех вылечит, и тебя вылечит, и меня вылечит, и всех остальных вылечит, и будет все хорошо. И еще, еще, еще. Ну, и у жителей переулка Рахманинова в Сочи в дождь смывают автомобили. Представляете, они только сейчас догадались. Они, наверное, мой канал не смотрят. Я же показывал, как это все. Вот просто многие говорят, вот, на Рахманинова ему лучше возьмут. Да, ребят, вы обязательно съездите туда, в дождь, и посмотрите, что там творится. Я там жил, это просто жесть, жестянская. Поэтому, когда многие там говорят, там, лучший район Новый Сочи, да, ребят. Лучший район Новый Сочи. Но не улица Рахманинова и не улица Бамбуковая. Там просто днище. И действительно, там, может быть, вполне возможно, можно на вторичном рынке найти квартиру по 100 тысяч рублей за квадратный метр с ремонтом. Но рады в этой квартире точно не будете. Могу поспорить с кем угодно и на что угодно. Ну, а теперь про все остальное по мелочи. Сбербанк сейчас кредитует под 8,5% годовых. Если вдруг кому-то хочется взять ипотеку, то вперед из песни. Обращаемся с большим удовольствием. Сделаем заявку и поможем вам взять. Дальше ваш покорный слуга, риэлтор, я не знаю, как это назвать, да, проводник в город Сочи отказался от покупки автомобиля, которую мы с вами там голосовали и так далее. В общем, не хочу я Mercedes, мне понравился, внутри места просто нет, просто жесть и так далее. Не хочу я BMW, потому что тоже внутри места нет. По сути, RAV4 внутри больше, чем X6, либо Mercedes GLE Coupe. Что касается BMW X5 и Mercedes, не хочу, не лежит у меня душа. Я хожу вся в белых штанах и выступающий порог просто бесит. Ну, не вариант. Поэтому эти машины я от себя убрал. Что касается Lexus RX300, ребят, взял на все чистосодучие тест-драйв, чтобы потом, знаете, чтобы потом не жалеть. Ну и в одинаковых режимах у меня там расход составил 18-20 литров. Не готов я психологически. Я и так за 100 тысяч километров отдал 500 тысяч на ГСМ, и как-то жалко. А отдать за этот же промежуток времени, отдать миллион, это просто трэш. Поэтому воздержался. Ну и опять же, динамика не устроила. Как бы, ну, 10 секунд до сотни, это немножко не то. Ну и, знаете, внутри, после того, как ты прокатился там на Range Rover на том же самом, когда прокатился на Audi, на Volkswagen, конечно, Lexus смотрится просто убого. И, блин, даже не хочу, даже не хочу. Что касается Range Rover Velar, да, хорошая цена, да, все хорошо. Ну, знаете, что-то у меня в душе такое гложет, да, что все-таки Range Rover начинается с Range Rover Sport. Range Rover Velar, Range Rover Evoque, всякие Discover и там подобные, это просто, не знаю, подобие, знаете. Поэтому понимаю, что если вдруг я к Range Rover приду, то нужно начинать со спорта. А спорт стоит в разы дороже, поэтому, поэтому решил я все-таки, не знаю, решил я пока воздержаться таких вот покупок, в общем, бестолковых и так далее. По поводу, по поводу Touareg, ну, ребят, все-таки та комплектация, которая мне нужна и которую можно еще что-то брать, они ее уступают за 5300, не меньше. Ну, не должен Touareg стоить 5300, когда можно Audi Q7 взять за 4800, за 4600 в аналогичной комплектации. Ну, что-то, мне кажется, неправильно ценообразование выбрали Volkswagen, поэтому я все-таки тоже от Volkswagen воздержался и, ну, как бы, в движении он оказался гораздо хуже, чем я себе представлял. Ну, как бы, да, вроде бы там мониторы, да, вроде все ляписто, но это немножко не то, немножечко не то. Вот, есть такое понятие, как уж материя, еще что-нибудь, в общем, лучше, конечно, чем на том же самом у нас Лексусе, но хуже, чем у других. Поэтому, поэтому сразу говорю, Range Rover, это все ушло в топку, пока только остался у меня один, остался у меня пока только один бренд. И, вот, в общем, посмотрим, не буду говорить, что я там себе выбрал и как выбрал, но сразу скажу, что панорамной крыши не будет. Так уж получилось, что не нашел я в своем бюджете машинку с панорамной крышей по одной простой причине. Ну, не знаю, потому что, потому что, блин, все дорого, все дорого, все дорого, все дорого. Ну, как бы так, сейчас у меня соседи отъедут, и я с большим удовольствием припаркуюсь. Ну, и еще, да, по поводу людей. Люди едут к нам в гости, притом едут очень хорошо, едут с хорошим настроением. Очень много у нас стало приезжать с Санкт-Петербурга, очень много приезжает с Москвы, очень много приезжает с Екатеринбурга в том числе. И многие, да, вот как бы говорят, такие цены у вас московские, что за эти деньги проще купить, например, квартиру в Москве. Ну, что я могу сказать, я частично с вами согласен. Ну, чтобы прям до конца вам уже определиться, вам нужно просто взять и послушать песню. Есть такой рэпер, которого зовут Карандаш. И есть у него такой трек, который называется «Переходы». Вот возьмите, послушайте, и потом скажите, хотели бы вы туда переехать или не хотели бы. Я вполне возможно, может быть, в субботу буду в Москве. В общем, ребят, вам всем хорошее настроение, вам всем побольше позитива. В Сочи очень много новостей. Есть, конечно, те же самые аварии, то же самое ДТП и тому подобное. Про них даже не хочу вам озвучивать. Ну, главное, что все-таки Сочи на спорте. Главное, что у нас проходит очень много мероприятий всевозможных. И, конечно же, я смотрю, по количеству автомобилей в Сочи народу меньше не становится. А теперь, ребят, всем пока. Спасибо за просмотр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!